здравствуйте господа и дамы начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике секреты гармонии практики здоровья и благополучия вебинар 25 мая 2023 года меня зовут андрей андреевич дуйко я руководитель и основатель международной эзотерийской школы кайлас вы можете перейти на сайт дуйко гуру и ознакомиться со мной и моей деятельностью и так сегодня я постараюсь ответить на те вопросы которые вы как правило задаете мне во время проведения данного вебинара надеюсь будет всем интересно а также не забывайте ставить сейчас во время трансляции свои лайки оставлять комментарии начнем и так лариса дорогой андрей андреевич я ученица второй ступени скажите пожалуйста рассталась мужем алкоголиком пожили 20 лет будет ли он помогать трое общих детей как сложится у меня все у вас сложится все хорошо как собственно и у него тоже также помогать он будет не переживайте вы совершили правильный поступок все нормально а без ах нужно поговорить существует некое понятие такое которое называется без и в семейных отношениях что это такое с чем это едят откуда вы это берется ну хотелось бы сказать несколько слов об этом обычно семья она может проживать следующим образом все в семье хорошо мужчина имеет недостатки женщина имеет недостатки у кого-то появляются возможно претензии все с этим справляется есть любовь есть взаимопонимание даже если его нет все равно все находят общую идею какую-либо каждый делает все для того чтобы семья существовала появляются дети и так далее но вдруг появляется бесы что это такое как это проявляется очень часто это проявляется следующим образом ну допустим спроектируем вот такую ситуацию допустим мужчина и женщина живет и вдруг у мужчины появляется идея такая он говорит ты не должна так одеваться как ты одеваешься мне хотелось бы чтобы ты одела там другую юбку другие штаны после этого вмешивается допустим там мама или сестра или еще кто-то и говорит вот ты зря это говоришь она тоже имеет право быть в чем-то и так далее мужчина такой начинает раздражаться его начинает бесить он начинает придумывать какие-то идеи которые связаны с тем что с тем что как это женщины управляет мной другая ситуация может в этот момент вот то о чем он думает в этот момент его претензии которые проявляются по отношению к женщине которые ничего плохого не помышляет в этот момент его претензии которые разогревают его и которые на самом деле не имеют совершенно никакого значения является действием деструктивных сил именно вот такие действия как бы придуманные или как бы надуманные и даже очень часто глупые совершенно то есть там последнее слово за мной и там ляпает что-то не в попад мужчина или женщина или там претензии которые там мама нам угрожает или и потом начинает раскрутиться или там бывший муж скорее всего или бывшая жена скорее всего или у него есть на стороне или еще что-то это все бесы на это нельзя обращать никакого внимания так вот случае если вы обращаете внимание на такие ситуации и они вас начинают коробить знайте это в дальнейшем будет являться для вас существенной проблемой потому что от маленькой искры как сказал один лысый нехороший карлик возгорается пламя и хочу сказать что да действительно от такой искры которая может условно называться бесом сомнения когда человек вдруг начинает думать что в нем появляется сомнение в крепости семьи сомнения в верности отношений сомнения в любви по отношению к нему сомнения в твердости намерений совместной жизни вот такие сомнения есть без если у вас появляются такие сомнения гоните их прочь они вам не нужны второе сейчас весна уже лето начинается очень часто появляется проблема у мужчин и женщин которые связаны с тем что мужчины обижаются мужчины выпивают мужчины вредничают и так далее с чем это связано я как физиолог могу вам сказать это как правило связано с тестостероном который очень необходим и мужчинам и и женщинам но разница она в пропасть дело в том что тестостерон у мужчин обычно с началом весны увеличивается когда у мужчин появляется тестостерон и он увеличивается то у них появляется либидо то есть им хочется у них появляется желание они хотят часто они начинают думать в этом направлении и так далее но когда начинается весна или перед весной женщины начинают задумываться о том что они не очень хорошо выглядят и они начинают худеть или они начинают думать о том что им необходимо ограничивать питание ограничивать употребление пищи и так далее и в этот момент женщины начинают худеть ограничивать себя в питании нужно всегда помнить если женщина ограничивает себя в питании если женщина старается соблюдать диету если женщина делает это целеустремленно и долго то первое что узника у нее исчезает совместно с мышечной массой это либидо то есть снижается выделение тестостерона именно это и является ключевым элементом приводящим как ни странно в дальнейшем к скандалам потому что у женщины либидо снижается на фоне того что она голодает у мужчины вырастает на фоне того что весна появляется и самое большое количество нервных потрясений и обид и вредностей и нетерпимости и так далее возникает именно в этот период это период весны-лето когда женщина худеет для того чтобы для своего мужчины худеет чтобы ему нравится но при этом ей совершенно не хочется интимных отношений в тот момент как у мужчины тотально в этот момент растут растет желание и он всеми своими путями пытается его реализовать но часть мужчин они никогда не пойдут в гречку то есть они не свернут налево не убегут никуда налево и они могут быть терпеливыми они терпят они нуждаются они может быть боятся может какой-нибудь барьер стоит и они не пойдут не знакомиться из-за того что они семью любят не искать никого не будут на стороне ну и так далее и это все в дальнейшем приводит к тому что такие мужчины должны каким-то образом справляться с этим тестостероном который бесконечно мучает и им необходимо отвлекаться но дело в том что тестостерон у мужчины как правило он выделяется на протяжении всего дня то есть выделяется каждые четыре пять часов в утреннее время после чего в 2 часа дня после чего в 6 часов вечера после чего в 11 часов вечера и даже ночью и это все время когда мужчина может озабоченная и тестостерон не выводится быстро он может накапливаться в организме мужчины и может ему мешать и мужчине необходимо отвлекаться на что-то на что ему необходимо отвлекаться как правило мужчины начинают сначала требовать что-то от своей жены намекать просить говорить ставить ультиматумы второй вариант обижаться они начинают обижаться они на что они обижают они обижаются на то что нет секса а почему нет секса потому что женщина в этот момент худеет и это не нужно у нее снижается тестостерон либидо ее не требует этого но он не хочет идти никуда и этот момент который обычно завершается тем что мужчина может начать выпивать выпивающие мужчины в большинстве своем это мужчины которые не могут справиться с высоким тестостероном почему очень часто вам не говорят ну и вообще об этом очень часто не говорят но есть такая особенность вот почему мужчины подсаживаются на пиво как сказал еще один лысый карлик мудак только уже из другой стороны соседней что тот что этот были вовами знаете оба придурка и один из них сказал следующие слова он сказал европейцы пьют пиво там много находится эстрогенов много находится женских половых гормонов поэтому они все там какие то то есть в пиве европейском много эстрогенов а в русском мало ну я не знаю что с этим человеком происходит слушайте я раньше был лучшего мнения об этих людях но это не имеет значения мне на самом деле все равно тем не менее хочу сказать что очень часто мужчины начинают принимать пиво и это пиво что делает из-за того что там действительно находятся вещества которые особенно хмель вещества которые являются фито препаратом ли фитос в которой вмещают себе фито сапонины и вмещают себе вещества экстракты этих растений которые действительно могут стимулировать поднятие эстрогенов и прогестерона в том числе и у мужчин а это снижает у мужчины еще и тестостерон таким образом мужчина который пьет пиво это мужчина который не хочет идти налево это мужчина который живет женщиной которая не хочет с ним заниматься интимными отношениями конец смотрите как оказывается все легко каким образом решать проблемы что женщине объедаться нет если вы уже начали худеть если у вас не появляется желание начинайте принимать препарат трибулус это медицинский препарат который помогает женщине увеличить тестостерон если у женщины увеличивать тестостерон то у женщины появляется либидо это не будет разрушать ваши семьи а наоборот укрепят в случае если женщина говорит нет у меня стабильное интимное отношение с моим мужчиной а он все равно принимает пиво я не могу ничего с этим сделать мужчина чувствуют феромоны в тот момент когда женщина делает по принуждению то мужчину это не удовлетворяет и это не решает вопросы поэтому все что сделано по принуждению все что сделано со вздохом и все что сделано не как бы на отстань это все не вдохновляет почему дело в том что и для мужчины для женщин интимное отношение является элементом праздника которые, по идее, должны создавать не процесс интимной близости и удовлетворения от нее, а процесс праздника, то есть порадовать или потишитость на украинском языке говорят, то есть создать беспрецедентное ощущение праздника, радости, торжества и еще чего-то. Поэтому, когда мужчина и женщина в раннем возрасте могут хотеть просто интимных отношений, а в зрелом возрасте хочется от этих отношений получать эмоции. И женщине, и мужчине. Если это все происходит не эмоционально, безэмоционально, с претензиями, то после этого никто больше ничего не хочет делать. Алкоголь любой формы, от алкоголя крепкого до алкоголя слабого, ставите тире и пишите, любой алкоголь снижает у мужчин тестостерон. Точно так же, как правило, у женщин алкоголь снижает тестостерон, именно поэтому долго употребляющий алкоголь мужчины, это мужчины, которые во время алкогольной ремиссии какой-либо или между приемом алкоголя, у них, возможно, и появляется желание, но в дальнейшем либидо со временем исчезает, и уже об этом, скорее всего, никто не думает, что с одной стороны, что с другой. Именно поэтому грех не обращать внимания вот на такие моменты. Андрей Андреевич, почему в жизни моей получается так, что происходят одни и те же события, одно и то же невезение, как с этим справляться и что это такое? Отвечаю и на этот вопрос тоже. Очень часто наша жизнь — это колесо одних и тех же испытаний, колесо одних и тех же ситуаций, в которые мы попадаем и так далее. Как это все устроено? Когда происходит какая-либо ситуация, человек ее может принять, эту ситуацию, и отпустить. И второй момент — человек может об этой ситуации думать и переживать подолгу. Так вот, если человек не принимает ситуацию, ругается, вредничает, то он ее отталкивает в будущее. Толкает, как будто это баскетбольный мяч. И эта ситуация в его жизни вновь происходит. Именно поэтому я часто говорю и даю такой совет. Если в вашей жизни появляется плохая ситуация, в ходе которой вы обижаетесь, злитесь, нервничаете, кричите, беспокоитесь, вредничаете, обзываетесь, критикуете, злитесь и делаете все, что вас раздражает, подолгу при этом думаете об этом и не хотите, чтобы это повторялось, поставьте тире и напишите. Это с вами 100% повторится. Что необходимо делать для того, чтобы ситуации не повторялись? Какая бы сложная ситуация не происходила, всегда говорите, это не важно, да ладно, что страшного, пролетели, ага-га, забыли. И старайтесь максимально сосредотачиваться на том, чтобы об этом не думать. Если делать так, то ситуация не проявится. Если делать так, то ситуация не проявится. Хотите вы мне доверять в этом? Не хотите? Просто проверьте. Просто проверьте и во время того, когда в вашей жизни будет появляться ситуация, которая может быть неприятностями на работе, претензиями мужа, какими-либо ситуациями с сыном и так далее. Старайтесь не отталкивать, что обозначает. Ругаться это значит толкать, материть толкать, критиковать толкать, подолгу думать об этом это толкать. Вы толкаете, это вновь и вновь будет происходить в вашей жизни. Вы должны деньги, вам должны деньги, вас оскорбляют, вы оскорбляете, что бы ни происходило, что вызывает у вас негативное состояние, всегда делайте так, ага, 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 и что страшного, перелетели. Только таким образом могут решаться ваши состояния. И это самый настоящий эзотерический подход. То есть в эзотерике говорится о том, что вся наша жизнь это колесо между рождением и смертью, и жизнь имеет некую такую колесообразную форму или круглую форму. И человек движется от момента рождения до момента смерти, и это является одной и той же точкой. Не было человека появился, а был человек исчез. То есть исчез он как бы в двери, которая называется в тибетской системе буддизма, называется калачакра-тантра, или чакрой, или местом, или дверью времени, где дверь открывается, и человек появляется, а после смерти дверь открывается, и душа человека забирается. И между вот этим всем находится жизнь. И эта жизнь, она фактически тоже в калачакра-тантре обозначается как некий зонтик, который в жизни человека идет. То есть каждое событие — это бусины или четки. И каждая бусина или четка, она должна пройти сквозь человека. То есть это обусловлено планетарными влияниями, или звездами, или астрологическим влиянием планет на человека, его кармой, отягощенные его поступками, предпосылками, обещаниями, враньем или плохими поступками. И это все обычно выглядит так. Часть мы пропускаем через себя, потому что это жизнь, а часть мы отталкиваем от себя. Отталкиваем куда? Отталкиваем в будущее. Почему? Чтобы будущее вновь нам это дало. Поэтому не боритесь, принимайте, перелетайте и забывайте. Это то, что поможет вам тотально, наверняка, и на 100% изменить вашу судьбу. Старайтесь в этом направлении, и у вас все получится. Катромио Джмалком. Смотрите, уважаемые ребята, вы вот сейчас мне задаете вопросы. И эти вопросы вы мне задаете, чтобы я погадал для вас. Скажите мне. Вы готовы, чтобы я у вас... Вот смотрите, я вам, конечно же, скажу, но я хочу вам сказать просто на будущее, чтобы вы знали. Если человек за мою работу мне не заплатит, то я имею право забрать что-либо у этого человека. Счастье, везение, молодость, красоту, худобу, доброту, любовь, отношения и так далее. Вам не страшно, что я, конечно, отвечу сегодня на все ваши вопросы, погадаю и так далее. Но вы же не заплатите, а я заберу. Вы точно этого хотите? Доброго дня. Доброго дня. Итак. Катромио79, собака, Джмалком. Доброго вечера. Стоит попросить помощи у мужчины закрыть кредитку. Мы вместе два месяца. Или сдать золото в ломбард и самой закрыть. Сдать золото в ломбард и самой закрыть. Именно это сделайте. И для себя помните, живите по средствам, не понтуйтесь и будьте более скромным человеком. Это сделает вас очень счастливым. Если вы будете дальше жить не по средствам, понтоваться перед другими людьми, то это в дальнейшем может создать еще большие долги и в жизни у вас могут быть с этим неприятности. А то, что мужчина за вами ухаживает, и вы ему нравитесь, это очень хорошо, потому что это будет иметь будущее. Так вот, в случае, если вы закроете свои кредиты и так далее, то ваша жизнь даст вам новый оборот. И то, что вы желали в вашей жизни, с вами произойдет. То есть это и богатство, и решение вопросов, а не вечная жизнь в кредитах или в кредитах. Вячеслав Гунько, спасибо за диагностику. Действительно, энергетика правой стороны, тело плохо работает с рождения. Делаю ваш метод с первой ступени опускания руками холодной энергии в адже и теплой сатвы. Как еще можно восстановить самостоятельно? Восстановить самостоятельно необходимо следующим образом. Представляете, будто вы видите себя в отражении зеркала, и представляете, будто видите очень четко правую ногу, правую руку. Когда вы это четко видите, старайтесь увидеть, как будто они становятся золотыми или сияющими, как солнце. В случае, если это делать, энергетику правой стороны вы восстановите. Марина, скажите, может ли мой младший сын реализоваться в программировании? Да. Добьется успеха? Добьется. Он растерян, не может определиться с профессией. Пусть все хорошо будет у него, не переживайте. Не надо ему переживать. Он хороший человек, в его жизни все будет хорошо. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я ученица рассталась с алкоголиком. Ну, ответил. Сейчас я перейду сюда на прямые трансляции. Так, так, так. Так и записываем. Татьяна М. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андрей. Здравствуйте, Татьяна М. И все участники этого вебинара. Передаю всем доброго вечера. Подскажите, пожалуйста, в какой сфере я реализуюсь? Нетрадиционная медицина, психология или дизайн? Дизайн – это тело, растение, фото, видео. Ох, как у вас все жестко. Если вы начнете заниматься, помимо этого всего, йогой, то вы сможете реализовать себя как тренер по йоге и фитнесу. Вот в этом вы себя реализуете. Не знаю, это вам нужно было. Доброго вечера, шановный Андрей Андреевич. Дякую вам, Вера. Дякую вам за все добро, как и несете людям. Дякую им за помощь. Такие ночи, как сегодня, Низкий Уклин. Ох, сегодня и бабахнуло. Так бабахнуло, что уж послетали с кроватей. Ну же ж, и дурачки там стреляют. Боже мой, боже, что с ними происходит? Освободители. Наталья Петгерна. Пожалуйста, правильного ли человека выбрала? Спасибо огромное. Наташечка. А если я вам скажу, что неправильного вы выбрали человека, вы что начнете сейчас этого человека выгонять? Вы понимаете, что задавая такие вопросы, вы ставите меня в очень неловкое положение. Вы фактически меня подставляете под удар. Почему? Потому что я скажу неправильный. И вы выгоните этого человека. А вы сама начнете страдать. Потом скажете, дуйко козел, зачем он сказал? А я скажу правильного человека. Этот правильный человек начнет вас мучить, обманывать, киданет. Скажете, вот дуйко не мог мне сказать. Смотрите, ваша ситуация и с другой стороны, она связана не со мной. Она связана с вами, милая моя. И вам самой нужно принимать решения, а не перекладывать свои решения с вашей головы на мою. Поэтому, пожалуйста, самостоятельно. Хорошо? Татьяна Белорусец. Белорусец. О, Белорусец. Добрый вечер всем участникам. Добрый. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Пишет Эля Чизуйнине. Пожалуйста, как сделать свой дом местом силы? Для того, чтобы сделать свой дом местом силы, нужно знать, что делает или как увеличивается энергия. Энергия увеличивается обычно в тот момент, когда есть алтарь. То есть поставьте алтарь посредине вашего дома. Алтарем может быть какой-нибудь очень красивый предмет. И танцуйте вокруг этого предмета. Пойте, ставьте цветы возле этого предмета. Восхищайтесь кем-либо. Если дом является местом, где люди могут веселиться, отдыхать, обниматься, где есть радость, где есть любовь, где можно полежать, отдохнуть, где никто никого не грызет, где есть восхищение, а не претензия, то тогда это и есть местом силы. Вообще, самое страшное, что придумал человек в своей квартире или в своем доме, это слова претензии. Уважаемые мои друзья, я очень часто говорю такие слова. Претензии – это то, что очень разрушает вашу жизнь в семье. Старайтесь не предъявлять претензии сами, потому что очень часто мужчины и женщины склонны к тому, чтобы предъявлять претензии к тем людям, которые находятся рядом с вами. А вы думаете, допустим, приблизительно так, ну он чавкает, что не сказать? Не говорите, чавкает и чавкает. Но я терплю. Ну терпите, выйдите, поругайтесь там где-нибудь в туалете, зайдите, как будто ничего не происходит. Но не предъявляйте претензии, старайтесь тихонечко сказать, на бумажке можете написать, у тебя сорта пахнет. Или там не пукай за столом, не чавкай за столом. Дайте эту бумажку после ужина или там после обеда. Но не предъявляйте претензии вот так, внешне. Не выносите это на общее съедение, на общее эмоционирование. Не делайте этого, потому что очень часто претензии... Знаете, я хочу сказать слова, которые в свое время сказал Иисус Христос. Он сказал, как же вы пытаетесь сказать кому-то о соломинке в веке этого человека, ежели в своем веке бревна не видите. Очень часто человек, который предъявляет претензии другому человеку, говорит о соломинке, которая находится у него в глазу. При этом бревна у него не только в глазах, а торчат из ушей, изо рта и просто из тела. Причем такие глобальные, что в дальнейшем могут завалить этого человека. Претензии — это то, что разрушает семейные отношения. Ругань — это тоже претензии. Претензии. Для того, чтобы семья была счастливая, нужно как можно меньше претензий. С чего начинаются претензии? Претензии начинаются со слов «а ты?» «А ты, а у тебя ты такая, ты такой». Вот это плохие слова. Нужно говорить «наша семья, наше имущество, наши близкие, наше счастье, наша любовь, наша доброта, наш Бог, наша радость, наше везение, наши деньги, наше наслаждение, наше чувство». Вообще задумайтесь, вы говорите слова «чувства». Если вы не говорите слова «чувства», давайте почувствуем, как сегодня приятно. Видите, это уже нейролингвистическое программирование с установкой кейса. Или гештальта. То есть мы можем начать, допустим, гештальт и установить его дома в среде близких, которые находятся. И вы можете, сидя за столом, сказать, «Я чувствую, что у нас в дальнейшем будет все очень хорошо. Надо же, так приятно видеть. Я чувствую такое теплое отношение ко всем. Так мне приятно, вы такие хорошие». Смотрите, как легко, оказывается, говорить такие слова. Но почему люди их не говорят? Просто не умеют. Но если научиться говорить о чувствах за столом, в жизни, то жизнь становится через чувства. А через чувства жить легче и приятнее. Потому что материальное, оно не вдохновляющее, а чувственное больше к духовному. Таким образом, жить для чувств, ради чувств, с чувствами, без претензий материальных, там, не заработал, заработал и так далее. Я чувствую, что все будет хорошо. Я чувствую, что у нас хорошая жизнь. Я чувствую нашу любовь. Мы ближе и ближе друг к другу. Так приятно находиться. Так нравится, что сегодня мы все вместе собрались. За вас. Прошлый раз со мной был сын, позапрошлый раз. И проходила трансляция. И во время трансляции находилось 12 тысяч человек. Вот провел я трансляцию. Мой сын говорит, послушай, папа, ты странный человек. Я говорю, почему? Смотри, у тебя было 12 тысяч человек. Да. Я говорю, да. Надо было попросить, чтобы каждый человек тебе отправил 1 доллар. И ты бы заработал 12 тысяч долларов. А что ты делаешь это просто так? И я задумался. Вы знаете, мы по-разному воспринимаем этот мир. Почему? Он молодой. Ему необходимо строить, созидать. Он хочет еще имущество. Он хочет автомобили. Там хорошую жизнь. А я хочу чувства. Я хочу чувства. Я это делаю не за доллар и не за деньги. Я это делаю, потому что у меня есть искреннее желание быть полезным людям и помогать людям. У меня действительно есть искреннее желание. Я не знаю, кто там кого любит, но я действительно люблю людей. Я когда-то столкнулся с этим, как медицинский работник. И вот принимая 8 или 9 лет людей в кабинете, я столкнулся с тем, что врачи долго не выдерживали. Они уходили, болели, страдали, ненавидели людей и так далее. А мне нравились люди. Почему? Я люблю людей. Мне нравятся картины, где изображены люди. Мне нравятся эмоции людей. Мне нравятся чувства людей. Я интересуюсь людьми. Мне нравятся люди. И это, как это называется, филантроп. То есть это вот такое ощущение филантропии. То есть я считаю себя филантропом все-таки. То есть я могу сказать, что мне нравится помогать людям. Я стараюсь быть полезным людям. Я стараюсь, а что помогает мне в этом? Мне помогает моя счастливая жизнь. Я счастлив в семье. Я счастлив в отношениях. Я тоже совершал ошибки. Но это все можно исправить. Просто очень часто сложные рекомендации, бесконечные такие методы ковыряния. Они могут быть чрезвычайно... Они эффективны. Но они могут быть чрезвычайно сложны в использовании. Потому что часто мы проходим там семинары, видео какие-нибудь смотрим, где нам долго рассказывают о том, как необходимо вести, какое поведение может изменить человека и так далее. Но это инструменты, они глобальные, они массивные, они сложно внедряются потом в наше кратковременное сознание, в кратковременную память. И нам необходимо какие-то три волшебных слова. Там типа не париться, я ни при чем и так далее. Которые могут быть в дальнейшем таким сильным инструментом для того, чтобы помочь человеку избежать или принять решение, или изменить очень быстро свое отношение, или реабилитироваться во время скандала, либо стать более спокойным. Ну вот они важны. Поэтому я пытаюсь выходить вот с такими семинарами для того, чтобы быть полезным. Потому что кто-то же должен заниматься людьми, кто-то же должен быть, и кто-то же должен тоже помогать. Я верю в карму, я верю, что каждый мой поступок, где я говорю и помогаю советам другому человеку, может быть в дальнейшем записан мне в мою карму, как хороший жизненный поступок. Ладно. Добрый вечер, Андреевич. Ученица второй ступени, второй год живу в Ирландии. Стоит ли мне возвращаться в Одессу? Показывает, что не стоит. Надежда Кравец. Здравствуйте, у меня в роду по маминой линии после ее смерти вы в 63 года начали все умирать. В 63 года. Что это? Какая-то аномалия или здесь замешаны люди? Кто наш враг и как его остановить? Нет, это не связано с тем, что в 63 года мама умерла и все начали умирать в 63 года. Это неправда. Поэтому если у вас даже 3 человека умерло, то это просто совпадение. Я просматриваю вас и могу сказать, что больше в вашей семье никто в 63 года не умрет. Также хочу вам сказать, что вы можете совершить очень большую ошибку и вы находитесь уже в ее преддверии. Эта ошибка заключается в том, что вы можете эту историю рассказать какому-нибудь человеку помимо меня, который занимается так же, как я, эзотерикой и, возможно, занимается магией. И такой человек обязательно воспользуется возможностью заработать. И вы же конкретно говорите уже о том, что вы ищете людей и так далее. Он может вам создать историю, сказать, все это проклятие, оно на ваших детях, на ваших детях до пятого колена, и кто родится, все будут не доживать. И это все связано с влиянием и магией, враги, и наступило, и пришло. То есть все, что проверить, и все, что опровергнуть и доказать невозможно. И скажут, вот я могу провести эти обряды, будет стоить и дальше будете платить бесконечно. Никому, во-первых, это не говорите, во-вторых, не заморачивайтесь. Причем тут 63 года. В вашей семье даже приблизительно такого ужаса нет. Это не проклятие семьи, не родовое проклятие. Поэтому скажите, вот это я заморачивалась. Ну и ерунда. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте, Сайрильсо. Недавно было что-то вроде панической атаки. Ого. Легла на полчаса посредине комнаты, лежала час. Наутро на том же месте лежала мертвая мышь. В той же позе. Как это можно объяснить? Мертвое пространство начало появляться. Когда у человека появляется паническая атака, то у человека появляется адреналин. Когда появляется адреналин, то появляется спираль такая в пространстве. И эта спираль, она как вкручивается в землю. И это спираль, в которую будут лезть мошки, мышки и так далее. Вот эта спиралька, она является спиралью, которую создали вы. Это спираль мертвого времени, которая возникла на фоне вашей панической атаки. Из-за того, что у вас энергетика мощная, сильная, вы лежали, создали вот такую спираль, которая называется спиралью входа во времени, то есть в царство астрала, лежа на полу при этом, то вы создали вот мертвую зону такую. И эту мертвую зону больше не создавайте. Почему? И что необходимо делать? Я хочу вам дать совет. Если у вас появляется паническая атака, вы должны знать, что ваша паническая атака связана, как ни странно, с малым количеством кислорода в вашей крови. Это может быть на фоне высокого адреналина, высокого кортизола, то есть каких-то процессов, которые связаны с гормональными процессами, с неврозами, с стрессом, с изменением циркадных ритмов, с невозможностью расслабиться, с невозможностью управлять, ну, возможно, развитием каких-либо заболеваний от сердечных, неврологических и заканчивая психиатрическими. Ну и как же с этим справляться? Есть очень хороший совет. Когда у вас появляется вот такое состояние и появляется паническая атака, ее убрать можно и сделать это несложно. Каким образом? Берете минеральную воду, постоянно ее носите или держите рядом с собой. Когда у вас паническая атака, возьмите пакет, налейте минеральную воду в этот пакет и начните очень быстро дышать. Делайте 10 вдохов, быстрых, интенсивных и 10 выдохов в пакет. 10 раз сделали, после этого выдохнули или вдохнули, не имеет значения, отдышитесь и сделайте большой или глубокий вдох, расправьте плечи и на выдохе поделайте вот так плечами, чтобы расслабились плечи. И еще раз сделайте вот так в кулечек, сделайте так. 4 подхода. 4 смотрите все время при этом вверх. Если так делать, то если не делать так, паническая атака может длиться от 1 минуты до полутора часов. Ну обычно она кратковременная у тех, кто находится в дебюте панических атак, но при допустим тревожном расстройстве, при обсессивно-компульсивном расстройстве, при делеризации, при каких-либо психиатрических заболеваниях этот процесс может увеличиваться и панические атаки могут перерастать в навязчивые идеи, в желание решать, как во время синдрома обсессивного или компульсивного расстройства. И это все делеризация, то есть вам делеризация. И это все вам будет мешать, то есть в дальнейшем не будет улучшаться состояние, а будет ухудшаться. Но укоротить это все возможно, если использовать вот такой несложный физиологический метод, такие быстрые процессы восстановления себя, могут в дальнейшем купировать и помочь не развиваться в появлении таких проблем. Татьяна Кубрина. Андрей Андрей, здравствуйте, здрасте. Извините за вопрос, подскажите, если можете. Если возьму квартиру в ипотеку, получится у меня справиться с этим? Нет, не получится. Не берите квартиру в ипотеку, вы выплатить не сможете. Поэтому нельзя. Опять-таки, я вам сказал, но точно уверен, прям на 100%, что вы все равно залезете. Зачем спрашивать? В який колледж мне не краще поступать? В Ивано-Франківську и на какую специальность? Дякую. Хорошо, в Ивано-Франківськ, да. На какую специальность? Хорошо, товаровед или маркетинг. Вот такая специальность. Олечка Волобуева. Ура! Добрый вечер, Асовина Андрей, где счастья? Спасибо за вашу доброту. Пожалуйста. Добрый день всем. Спасибо. Спасибо. Надежда Владимировна. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Помогите, пожалуйста. Александр, 2505-2005. Какое направление выбрать специальность? Поступаем в ВУЗ-2023. Спасибо большое. Все, что связано с красотой, все, что связано с журналистикой и хорошо еще юриспруденция будет получаться. Назар Галюк. Скажите, будь ласка, шановный Андрей Андреевич, в який колледж мы не краще поступать? В Ивано-Франківську, на яку специальность? Ведь повив вам, да, Назарчик? Людмила Емелева. Ах, эх, Андрей Александрович. Почему Александрович? Может, и я дождусь ответа от вас? И стану ли я когда-нибудь здоровой без всяких болячек? А если я скажу вам, что болячки вам даны для чего-то? А для чего вам даны ваши болячки? Ваши болячки даны для вас, для того, чтобы вы научились быть доброй по отношению к себе, доброй по отношению к тем людям, которые находятся рядом с вами. Почему у человека возникают болезни? С чем это связано? В тибетской медицине есть такая мантра. Ваджа бхава маха самая сатва. И там большая мантра. И она буквально звучит следующим образом. В нашей жизни мы совершаем ошибки. За это отдаем долг в виде болезней. Что имеют в виду? Дело в том, что тибетская медицина считает, что человек, который проживает в жизни, совершает поступки. Но мы думаем, как люди более материального европейского сознания, что поступки, они связаны больше с физическими процессами. То есть поступок — это когда человек дал, поступок — когда человек взял, поступок — когда человек помог, поступок — то, как мы поступили. Но тибетская медицина говорит в этом случае слова «Ха-ха-ха-ха пагавансаро татагатаваджма мимунча». «Татагатаваджра». То есть говорят о том, что духовное сознание, искра или энергия духовного сознания напрямую связана с чувствами. И поступок — это то, как человек чувствует. Вот смотрите, как человек чувствует на протяжении дня. Злится, ненавидит, вредничает, обижается, беспокоится, обвиняет, переживает. Это все поступки, которые выкладываются на чашу человеческой кармы. Эти поступки связаны с вашими дальнейшими заболеваниями. То есть плохо отнеслись, написали плохой комментарий, ненавидите. Злитесь, обижаетесь, вредничаете. Беспокоитесь. Смотрите, переживаете. Думаете, переживаете. Вспоминайте. Желаете, не выполняете. Переживаете. Вредничаете. Дальше второй вариант. Кислое лицо. Потому что там говорится еще о том, что на человека могут влиять его поступки как в виде отражения. Это там текст такой. И там говорится о том, что небо как отражение этого человека. Я очень часто вижу людей. Знаете, и по человеку можно сказать, он будет болеть быстро или будет счастливый. И очень часто, если взять ребенка, который родился, и который маленький, и взрослого человека, и сравнить их фотографии, то мы видим отпечаток чего? Огорчение жизнью. Мы видим в лице огорчение жизнью. Огорчение. Вот это огорчение, которое вы испытываете на протяжении жизни, есть болезнь. Дальше. Огорчение, которое вы создаете для людей, других. Есть карма поступков, которые создают для вас плохие ситуации в жизни. Огорчение вашим внешним видом, вашими поступками, вашими делами и вашими деяниями создают огорчение в дальнейшем в том, что будет происходить в вашей жизни. А вот огорчение собой, огорчение чем-либо, что вас огорчает, вредность ваша внутренняя создает вам болезни или дает вам болезни. Мой вам совет. Больше радости, больше счастья, больше наслаждения, больше доброты. Не заморачивайтесь, перелетайте. Говорит, а все равно хохочите. Почему-то вспомнились слова черепахи-тортилы «Никогда не знай покоя, плачь и смейся не в попад». Я сама была. Такое 300 лет тому назад. Так вот, если бы была и до 300 лет тому назад или в этом 300-летнем возрасте и плакала бы, и смеялась, и радовалась, и улыбалась, и создавала бы радость, и внутри бы испытала радость, то и была бы молодой и счастливой. Знаете, как у меня молодеют ученики? Когда люди приходят в школу и слышат, что я им это говорю, у многих людей видоизменяется жизнь. Они даже не подозревают, насколько близко они находятся к познанию счастья мира. А познание счастья мира не заключается в деньгах, не заключается в достижениях. Дело в том, что вся наша жизнь — это путь, вся наша жизнь — это желание достигнуть или желание к чему-то прийти. И очень часто мы думаем, что когда мы достигнем, мы будем счастливыми. Так это неправда. Когда мы достигнем, мы будем несчастными, потому что сам путь к тому, когда мы стремимся к тому, чтобы у нас это произошло, и есть элементом наслаждения в жизни. Желать и любить женщину на протяжении всей жизни и никогда с ней не переспать, в этом больше радости, чем переспать, и так, чтобы она через три дня надоела. Переспать с кем-то менее интересно, чем создать женщиной семью, нарожать детей, думать о детях — это же вечный кайф, огромное количество радости. Я не понимаю таких людей, которые говорят, да, для меня вот этот вопрос, он как бы решен. Почему? Ну, у меня там, я не хочу семью, почему? А, какая радость в семье? Для того, чтобы понять, какая радость, нужно семью иметь, в этой семье испытывать радость, нужно на это ориентироваться. И эта радость, она может быть от того, что человек, а дети растут, от того, что он кому-то полезен, что он за кем-то ухаживает, для кого-то служит, о ком-то думает. Так человек один, ему сложно, а так есть много людей, которые тебя любят, и ты нужен этим людям. И само понимание, что ты необходим, нужен этим людям, тоже вдохновляет, это тоже наслаждение. Так человек, который зацикливается, там рубль заработать, и там переспать с кем-то, так это два элемента, или там автомобиль иметь, или там деньги иметь, это так все просто. Это ж так просто. Это получил и все, и надо снова получать. А здесь можно все время находиться в состоянии наслаждения. Видеть детей, которые тебя любят, самому быть человеком, который заботится о ком-то, видеть, как мама взрослеет, и заботиться о ней, видеть, как жена рядом с тобой находится, и заботиться о ней, видеть ее заботу по отношению к тебе, заботиться о детях, думать о будущем, радоваться каждому моменту, радоваться природе, радоваться тому, что у тебя там 50 лет, 60, 70 лет, и слава богу, ты утром проснулся, это же счастье. Но это омрачает наши события. Почему? Потому что мы забываем, что есть наслаждение жизнью, и для нас важным является изменить мир вокруг нас. А ты не такая, ты не такой, они не такие. А это плохо, это плохо, это плохо. Ну какая разница, оно же твое. Ну если оно твое сейчас, тогда наслаждайся тем, что имеешь в руках. Лучше иметь в руках синичку, чем бесконечно любоваться полетом прекрасных журавлей. Геннадий Иванов. Здравствуйте, великий уважаемый Андрей Андреевич. Будет ли у меня карьерный рост на том месте, где я сейчас работаю? Нет, не будет. Nature of Paradise. Андрей Андреевич, добрый вечер. Сестра Регина начала работать на себя. Живет одна с дочкой в Аргентине. Тяжело ей. Скажите, пожалуйста, когда у нее пойдут дела? Быстро не пойдет? Надо что-то думать. Наталья Ищенко. Как же я вас люблю? Кому течет любовь, к тому текут и деньги. Так что любите. Я буду богат. Наталья Демьянова. Андрей Андреевич, добрый вечер. Если я прошла только первую обновленную ступень, можно приобрести обновленную 23? Можно. Или проходить дальше 2018? 23 другая будет. Андрей Андреевич, спрашивает Лариса Омонова. Моя бабушка была ясновидящей? Пожалуй, да. Ну, Наталья Ищенко. Андрей Андреевич, вы какой-то такой, что даже слов не могу найти. О, до речи, я люблю свою и кохаю свою дружину. Она мне понравится. Но я уже такой взрослый. Еще не. Но если люди говорят, что человек должен жить до 100 лет, то я уже половину пройшел. Так что другую половину, первая половина увенчалась тем, что думал я не о кохании. А другую половину своего жития я буду жить и думать только о кохании. Только о кохании. Первую половину мне приходилось трудиться, бежать, все время бороться, отстаивать, что-то делать и так далее. Вторую я хочу прожить в счастье, в бесконечном состоянии любви и ощущать его постоянно. Вот завтра планы. приготовлю утром поесть в своей семье. Хотите, сделаю видео и опубликую, как я там буду что-то готовить. Еще не знаю, как бы хочу сделать турецкую кухню. Не знаю, как моя семья к этому отнесется. Индийскую они не любят, потому что в индийской рис основа еды, а к нему вот эти приправки. Ну, кто любит рис и эти приправки мешать и вот так кушать, тому понравится. Ну, я люблю, а моя семья не очень. Мы более европейские. И поэтому я решил турецкую еду. А турецкая еда это там люля-кебаб. Вот я утром встану, сделаю люлю-кебаб, порежу сыр, оливок наложу. Яичницу по-турецки сделаю, по-азебажански сделаю с помидором. Зайду, как дур-дурак-ёк. Скажу ей гюнлер. Ну, ладно. Это я так блеснул знанием турецкого языка. И когда и когда конечно сам сделаю насыл сын насыл сын и когда буду на протяжении дня дальше вот жить, то что я буду делать? Будет день жаркий, я буду загорать, потом девочки будут на улице играть, буду с ними кататься. То есть максимально посвящу свою жизнь получению удовольствия и наслаждения. Почему? Я это понял когда-то. В моей жизни была такая история, я прометчиво согласился на авантюру одну. И эта авантюра заключалась в том, что я обучался в эзотерической школе, в которой очень много говорилось о ретритах. Ретриты, хочу вам сказать, это некие медитации, которые делает человек в затворничестве. И меня сфоловали за большую, кстати, очень сумму денег уехать в Китай и там заняться определенным ретритом. Это был длительный ретрит, я находился, мне подставляли, каждый, я находился в закрытом помещении, один раз в день мне приносили горшок и забирали его под дверью, и приносили еду и забирали потом чистую тарелку. Я не мыл, ничего там, спал, и там была вода, и в этой еде можно, в воде можно было себя обслужить, там что-то постирать и так далее. Ну, даже вещи я отдавал, мне их приносили. И это проходило какое-то количество времени. И я окунулся с тем, что называется депрессия. Я окунулся с тем, что называется депрессия, потому что когда человек не коммуницирует, когда человек вот в уединении таком находится, он начинает сталкиваться с тем, что он не нужен никому. Все плохое, что было в жизни, оно все выплывает подобно унитазу. Все из труб повсплывало и завонялось. И это все очень мучило. Не было никакой радости, никакого будущего. Сам себя загнал. И потом в один день утром попало солнце, оно попало на щелочку, которая была между дверью и соединяла мое место, где я находился, и миром. И там я увидел паучка, который сидел на паутиночке, он был возле капельки воды и в этой воде отражался весь мир, он был разноцветный. Этот паучок макал свои лапки вот в эту капельку и умывался. И он был такой счастливый, маленький паучок, который был еле заметен окружающему миру, он радовался, радовался этой водичке, радовался этой паутинке, радовался всему. А я все имел в своей жизни, имел возможность, у меня мама с папой вырастили здоровыми, я умудрился дожить до 31 года на то время, у меня было возможности и зарабатывать, и жить, и любоваться, и радоваться, и любить, и сексом заниматься, и целоваться, и танцевать, и обниматься, картины писать, стихи сочинять, танцевать, радоваться жизни, смотреть на звезды, на природу. А я как дурак сел и сидел. Как дурак? Зачем? Ради чего? Зачем? Чтобы к чему прийти? К какому-то духовному созиданию чего? Пониманию Бога? Так, а как понимать Бога? Бог это что? Отключение от всего? Наоборот, для того, чтобы понять Бога, нужно принять все, что Он создал. Наверное, расширение возможности принимания того, что Он создал, и есть его познание. А уж точно не убегание от этого. Я понял, что я убегаю. И этот момент был, когда пришел к себе. С того момента я уже не пропускал жизнь. Мне очень нравится жить. Я принимаю жизнь. Я не борюсь с ней. Мне нравится. Я понял третий элемент. Потому что первый элемент люди борящиеся. Третий элемент люди сдавшиеся. И второй элемент люди сдавшиеся. И третий элемент это люди радующиеся, которые могут наслаждаться. Но не важно, чем ты наслаждаешься. Всегда помни о том, что наслаждение увеличит наслаждение. Радость увеличит радость. Восхищение увеличит восхищение. И ключ к этому всему это доброта внутренняя. Доброта и нежелание кого-либо критиковать. Нежелание иметь к этому миру претензии. Это бес. Претензия это бес. Бесы есть. И самый главный из них это претензии, которые живут в человеке. Не могу решиться на оперативное вмешательство. Неужели нет больше методов, чтобы избавиться от кисты яичника в 8 сантиметров? У меня очень плохо заживают раны с гемоглобином, проблемы с детства. 8 сантиметров никак. Нет методов. Дело в том, что если эти методы и есть эзотерические, то вам они не подходят. Для них необходима концентрация. Я, к сожалению, для вас только оперативно удалять. Нет, скорее всего, удалять придется. Скажите, пожалуйста, у меня есть друг или мне всегда нравился. Недавно сказали, что нравлюсь ему. Появилась надежда, получится ли у нас, есть ли у него чувства ко мне. Стоит ли мне делать шаг? Андрей Андреевич, добрый вечер. 25.05 мне исполнилось 50. Пожалуйста, ваши пожелания. Обучайтесь. Вот, обучайтесь. Как можно больше. Прям выберите какую-нибудь специальность и обучайтесь. Шановный Андрей Андреевич, надеюсь, что побачите мое запитание. Чи складывается в мене майбутнєсть с человеком, якого я сразу кохаю? Дякую за відповідь. Так, гарна людина, все добре. Шануйте его. Восхищайтесь їм. Я не знаю, как восхищаться на украинском языке. Але я вивчу. Скажіть, пожалуйста, буду Михайло Гамалей. Гамалей. Здравствуйте. Буду вам признателен узнать от вас совет по поводу моего решения переехать на ПМЖ в Грецию. Сложатся дела? Сложатся в лучшую сторону. Смело дейте. Вы будете довольны. Я нахожусь на своем пути, чем заняться, чтобы встать на свой путь. Чтобы встать на свой путь, нужно просто наслаждаться жизнью. И тогда вам эта жизнь даст максимум. А наслаждение и желание наслаждаться. И есть путь. У меня есть друг. от Витю. И так далее. Так, читаем. Интерестинг, ага, Интерестинг Ворд. Дальше на китайском написано. Проблизительно художественная галерея цветов, да? Так, китайский. Инска Иванова. Добрый вечер. Исполнился 50, ответил. Скажите, пожалуйста, правда ли, что через порог входной двери нельзя передавать? Нет, это все ерунда. Андрей Андреевич. При артрозе больших пальцев рук доктор рекомендует инъекции гиалуроновой кислоты. Можно это применить? Будет улучшение? Можно. Очень рекомендую использовать ударные методы. Это когда делают ударную такую терапию, волновоударная такая терапия. Вообще, что может вам помочь? Пейте уксус. Одна столовая ложка яблочного уксуса на один стакан воды. Три раза в день или даже четыре раза в день. Не бойтесь. Это, возможно, снимет данную проблему. Скажите, что можно перед самым родом и эзотерически сделать для легких успешных родов? Нарисовать на животе зеленую четверку или зеленой краской цифру 4. Прямо вот так, цифру 4. Тогда роды пройдут удачно. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Моему внуку 12 лет, маленький, худенький. Это могут быть психологические проблемы или просто физики. Это у него недостаточность витамина D3 и кальция. Если ему давать пищевые добавки кальция и витамина D3, то его худоба исчезнет. Поэтому все ответил. Почему мой сын родился мертвым? Связано ли это с материнской линией? Нет, это связано с тем, что во время того, когда вынашивали ребенка, перенесли вирусную инфекцию. И из-за этого дети в таком периоде вынашивания обычно очень реагируют на иммунитет матери. И из-за того, что была перенесена инфекция, ваш иммунитет смог справиться. Но подавляя вирусы, пришлось для спасения вас отключить ребенка. К сожалению, такое тоже было. Ириша Иванова. Дриэндрич, извиняюсь. А целительство получится? Да. Татьяна Бурлачук. Улетаю в Грецию через Румынию, немного волнуюсь. Мне нужно бояться? Не нужно. Едьте смело, все хорошо. Вообще, Румыния вам понравится. Потом не будете в Грецию летать. Скажете, зачем Греция, Румыния такая красивая? Андрей Андреевич, здрасте. Смогу ли я изменить свою жизнь к лучшему, если голодаю в понедельник и в четверг на воде и бегаю в эти дни по часу? Смогу ли я отдать таким образом долги? Андрей Андреевич, чат теперь только в YouTube на нашем канале, на сайте есть чат. Есть чат на сайте. Но, к сожалению, сейчас идут небольшие поломки. И я сообщения очень плохо вижу. Ага, вот сейчас я зашел. Итак, Анна в чате школы Кайла. Стоит ли переезжать с дочкой в Америку? Я из Николаева, да. Лекся Пи Рубашов. В какой сфере реализовывается все, что связано с автомобилями, ремонтом, мойками, все будет получаться. Алексей Рубашов. Прохожу первую ступень, покажи, че правильно я в иконовой практике. Правильно. Доброго вечера. Стоит спросить помощи мужчины закрыть кредитки? Ответил. Вид по вив. Голова, хандмейт. Голова. Сумки своими руками. Классное название вашего фамилии и имени. Доброго здоровья. Интересный вебинар, много нового. Совершенно согласна с вами по поводу элементов. Есть еще четыре элемента. Это мы ваши ученики. В большинстве своем мы другие. Благодаря вам и это видно. Дрендрич, оставаться ли мне на работе или переходить на другую? На другой будет лучше. Стану ли ясновидящий? Если вы стремитесь к ясновидению, для того, чтобы зарабатывать деньги, то у вас ничего не получится. Также, если вы рак или у вас очень много луны в вашем зодиакальном, в вашей натальной карте, то тогда вы никогда не сможете быть ясновидящими. Люди, у которых очень много луны, они не становятся ясновидящими. А в основном каждый человек, кто развивает ясновидение так, как я обучаю, может стать ясновидящим. Это очень несложно и поверьте мне. Но дело в том, что нужно понимать. Если человек стремится к тому, чтобы раскрыть ясновидение, то это у него не получится. А если человек развивает ясновидение, то оно в дальнейшем приведет его к повышению духовности. А что такое духовность? Это когда мир нравится. Это когда мир нравится. Просто люди духовные — это люди, которым мир нравится, которым нравится мир во всем. В их теле, в их жизни, в тех коммуникациях, которые происходят, в том, что происходит вокруг них, во всем испытывают состояние получения удовольствия. Это и называется элементом духовности. Даже думание о том, что в дальнейшем будет происходить, приносит человеку радость. Нет ни будущего, ни прошлого, ни настоящего. Все есть бесконечные волны, бесконечной татхагатной радости, бесконечной высокой духовности. Это состояние называется татхагатность или состояние радостного восхищения, радостного ощущения бесконечной любви. Акша. Андрей Андреевич, вы не прочитали все сообщение? Все так плохо? Вот прочитал. А, захоплюватысь, восхищаться. Тоже запомню это слово, захоплюватысь, точно. Гуля Петрова. Что делать, чтобы снизить вес и похудеть? Спортом заниматься активно, принимать элькарнитин. Если человек развивает ясновидение для того, чтобы зарабатывать, то он станет бедным, потому что тогда черпается из материального, из первых чакр его видения. А если человек развивает для духовности ясновидение, не для того, чтобы зарабатывать, то тогда он становится высокодуховным существом. Так одни и те же эзотерийские практики с разными намерениями могут сделать человека либо бедным и несчастным, либо очень духовным и счастливым человеком. Всегда об этом помните. Ясновидение для денег развивать ни в коем случае нельзя. Ясновидение — это не техники. Ясновидение — это возможность раскрыть для себя или расширить пространство познания Бога. Таким образом оно раскрывается. А если человек это делает для того, чтобы подсмотреть, муж гуляет или нет, будет плохо или хорошо, то это будет черпаться из другого мира, из первых чакр, из первой сифироты. И это будет разрушать и человека, и его семью, и в дальнейшем приводить этого человека к болезням, страданиям, тяжелым состояниям. И всякому такому. Скажите, можно ли помочь моей сестре Оксане? После смерти мужа не хочет жить, ходит на могилу. Это у нее психическое заболевание. Ей необходимы седативные препараты. Ей необходимо срочно начать принимать препараты. Ну хотя бы, там у нас в Украине разрешен адаптол. Вот пусть одна таблетка адаптола три раза в день принимает. Есть Сангая, я не помню его название, но оно в первой десятке, по-моему. И оно имеет название лечение психических заболеваний. Там я даю эзотерические практики и коды, как помочь человеку с психическими отклонениями. Купите данное Сангая, там я рассказываю, как подключаться к человеку, которому необходима помощь. И используйте, читайте на нее мантры, коды и проводите обряды, о которых я рассказываю на том Сангая. И вот таким образом вы сможете ей помочь. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Будь ласка, чи скоро мы с человеком будем жити в своей квартире? Нашу квартиру сбомбили, а мы проживаем на квартире. Хочется, сведим, дякую. Нет, не очень скоро. Не очень. Я бы хотел ответить вам по-другому. Но, к сожалению, извините, сейчас для вас это, ну, ближайшие, наверное, годы даже невозможно. Терпите, все будет хорошо у вас. Вы будете жить со своим имуществом. Андрей Андреевич, элькарнитин можно в любом возрасте. Элькарнитин это вещество, которое необходимо нашей печени для того, чтобы избавиться от жирового гепатоза. Также элькарнитин участвует в процессе расщепления липидов. То есть, фактически, можно сказать, что данное вещество, аминокислота элькарнитин, является веществом, которое помогает расщеплять жиры в крови. Что такое жиры в крови? Это холестерин, липопротеин низкой, очень низкой плотности. И именно из-за них появляется основное заболевание, которое имеет название атеросклероз. На сегодняшний день считается, что именно атеросклероз является ключевым элементом, который приводит человеческий организм к старению и умиранию. Поэтому в случае, если вы хотите этот процесс пустить вспять, то обязательно принимайте элькарнитин. Я считаю, что применение элькарнитина гораздо более важное для людей старше 50 лет, чем для людей более раннего возраста. А для людей, которые принимают алкоголь, незаменимо. Таурин и элькарнитин способны восстанавливать после алкоголя человеческий организм. Эти два компонента важны. Таурин для мозга, а элькарнитин для печени, которая больше всего страдает. Теперь вы знаете, почему ваш муж пьет. Потому что теперь вы знаете, почему женщина не хочет. Почему? Потому что. И оказывается, все не так уж сложно, как мы думали. У многих, когда я рассказываю об этом, открываются глаза. Они начинают совершенно по-другому относиться и к своим мужьям, к отношениям в семье и так далее. А я хочу у вас спросить. Друзья мои, скажите, а вам понравился сегодняшний вебинар? Если вы махнете головой и скажете да, то обязательно поставьте лайк. И когда закончится этот вебинар, обязательно оставьте любой свой комментарий. А еще хорошо, если вы возьмете и скопируете данный вебинар и поставите у себя на страничке в вашей социальной сети. Тем самым, возможно, попадется кому-либо нуждающимся. И один из миллиона, возможно, увидит данный вебинар и ответит на какой-нибудь необходимый и важный для него, его заботящий вопрос. Возможно, кому-то это откроет глаза и кто-то начнет жить так, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону. Еще раз хочу пригласить вас в этом году, в, по-моему, июне месяце, я начну проводить свою первую ступень из атерийской школы Кайлас, 2023 год, обновленную. Новый мир создает новые условия жизни. Новый мир создает условия жизни, и в этом мире все сложнее и сложнее предпринимать, думать, коммуницировать. Мир перешел в электронную эпоху, и коммуникация изменилась, и так далее. Данный мир требует совершенно нового подхода и к проживанию, и к ощущению. Очень много изменений произошло в этом мире. Одно из них — это изменение влияния эзотерических практик, которые раньше, до этой эпохи могли как-то действовать иначе, то сейчас они перестали воздействовать. Сейчас время, когда необходимо и быстро принимать решения, и знать определенные методы, и так далее. Апгрейденная, обновленная, уникальная, переделанная, великолепная ступень, которая поможет вам быть и здоровыми, и богатыми, и счастливыми, и везучими, и так далее, и тому подобное. Приходите, еще больше эзотерики, еще больше магии, еще больше технологий. Приходите, будем вместе изменять вашу судьбу, будем вместе изменять себя, и будем вместе запускать для себя новую, сверхмощную, совершенно счастливую судьбу. Славик! Получится выйти замуж и быть счастливой, да? У меня есть сын, переживая за него, будет ли у моего сына лучше, чем в первом браке, да? Вот смотрите, хэппи, я вам ответил на три вопроса. Вот смотрите, повторно замуж, первый вопрос, быть счастливой, второй вопрос, и за сына, третий вопрос. Я у вас заберу три вещи. Да, я ответил, ответил, вот смотрите, я ответил, сделаю это бесплатно, теперь я заберу у вас что-то. Ну вот, что вы делаете? Я желаю вам счастья. Пусть оно у вас будет, и пусть оно вас никогда не оставляет. Еще раз всем здоровья и до свидания. Не забывайте, если я отвечаю на ваши вопросы, переходить на кнопку под данным видео, нажимать на кнопку Андрей Дуйко, и там дальше есть кнопочка. Нажмите на нее и внесите донат, для того, чтобы не оставаться...